Но обзор двигателя начинается с того, что мы делаем назад во времени, то есть в back-in-time и вешаем его на стенды. Вопрос в том, что я никогда не понимал и не любил конструкции на движках, когда вот этот вот щиток, то есть там пыльник, как хочешь его назови, когда его делают цельным, неразборным, и его нельзя снять, то есть здесь посмотреть внимательно, его нельзя снять, пока не снимешь вот эту вот штуковину под гидротрансформатор, ну или маховик, если здесь стоит обычная коробка. Ну и соответственно, так как у нас стенд не настолько прям турбоуниверсальный, как у меня, где по бокам оно крепится, нам нужно его сюда прикрепить, ну соответственно, вот это вот снять, потому что если, кстати, отвечая на вопрос, то есть можно прикрепить на два болта, не снимая этой штуки. Такое сделать можно. Но потом при разборке, то есть вот это вот дело будет снять на стенде проблематично, ну то есть надо разбирать заднюю часть. Ну можно сказать, что это косяк стенда, конечно, но не было бы вот этой штуки, было бы проще, то есть я бы уже как-то изощрился. Ну короче, момент с не сильно технологичностью от японцев. Кстати, потом они стали делать нормально. И вот эти вещи, они либо с прорезью, то есть его можно вытянуть, либо он из двух частей состоит. А также у меня еще есть свой инстаграм. Там фотки выходят значительно чаще и раньше, чем появляются видео. В общем, все ссылки в описании, там разные интересные моменты, унылая команда и так далее. В общем, все ссылки внизу. Так, собственно, вот он представитель QG18. Ну как вы уже догадались, раз 18, значит 1.8. Один, ну то есть как любит Nissan Twin Cam. То есть вроде бы два распредвала, привод цепью. Года производства с 99 по 2006. То есть по идее, вот этот движок, это именно тот переходной сегмент эволюции японских двигателей, когда из хорошего, то что закончилось где-то в середине 90-х, они начали делать откровенное говно, которое началось где-то в середине 2000-х. То есть вот этот вот двигатель, это должно быть по идее что-то среднее между, то есть не сильно хорошее, как раньше, но и не такое прям вот говно-говно, которое есть сейчас. Хочу выразить благодарность человеку, который предоставил этот движок на обзор. К сожалению, как обычно из-за большого потока всего и вся, мы потеряли координаты человека, который прислал этот двигатель. Было все как обычно. То есть я приехал к Кирюхе, говорю, какие есть двигатели. Он говорит, вот этот, вот этот и вот этот, и еще вот этот вот ниссановский. И я такой говорю, а кто прислал-то? Он говорит, не, не знаю, это было там месяца три назад, то есть это ты должен знать. Вот, поэтому, к сожалению, так получилось. Дело в том, что много людей пишут, чтобы предоставить двигатель на обзор, но, к сожалению, не у всех это получается сделать. То есть где-то процентов 30 из написавших реально там высылают Кирюхе двигатель. Поэтому, человек, который прислал этот движок, отпишись. Мы, так сказать, вставим все ссылки в описании. И вообще, я в лице канала, ну и подписчиков, выражаю благодарность всем, кто когда-либо посильно помогал каналу, предоставляя на обзор самый разный материал, то есть как двигатель в целом, так и какие-то его, какие-то части движков. Так что для нас это важно, благодаря вам выходят новые видео. Поэтому лайк. Из особенности конструкции здесь, например, стоят болты под отвертку. Ну, скорее всего, это уже кто-то, может быть, поставил, потому что родные куда-то делись. Хотя они все такие одинаковенькие, хорошие. Ну и вот эти вот болты под крепление катушек, я тоже думаю, что это явно кто-то поставил. Ну, то есть это, ну, вряд ли это такой завоз завода было. Так, ну, скорее всего, родные где-то потерялись. Крышка уже, естественно, пластик. Один из положительных моментов, ну, не только этого двигателя, а, скажем, технологии. Вот есть пробка, маслозаливная горловина. То есть она откручивается здесь. Вот она. Ну, в общем, пробка на резьбе. И потом, и потом, когда ты ее закручиваешь, то есть вот, трещотка, то есть чтобы не перетянуть сильно. Довольно удобная штука, но единственное, что у них есть болезнь, у этих подобных систем. Вот здесь вот резинка со временем дубеет, ну, или что-то с ней происходит, и отсюда его начинает, в общем, сифонить маслом. К сожалению, это, кстати, не только на этом двигателе, это вообще на подобных системах. Также хочу заметить, что японцы стали делать, ну, то есть они делали, то есть с перспективой на будущее, для того, чтобы делать урезанные коллекторы. И вообще, то есть простота исполнения, выпускные каналы сдвоены. Ну, то есть для того, чтобы коллектор не разносить, здоровым его не делать, а такие два, ну, в общем, разделить его, грубо говоря, на два основных элемента, этот коллектор. Ну, чтобы он меньше занимал физически место. Это, кстати, грамотное техническое решение, потому что на движение это как-то очень сильно плохо не влияет. Да, там, если каналы немножко разнести, там сделать более правильной формы, отдачи будет больше, но в данном случае, то есть это двигатель не с Формулы 1, и здесь такой принципиальной разницы нет. Но, тем не менее, это экономит место под капотом, что, ну, в принципе, важно. Вообще, что касается состояния этого движка, я думаю, вы уже заметили тут нарост такого, ну, бахромы, что где-то откуда-то текло масло. То есть, я так понимаю, где-то спереди, ну, судя с бахромы, тут сальник тек, и где-то что-то подтекало спереди, может быть, из-под крышки головки, может быть, из датчика, может быть, где-то. Ну, в общем, то есть поршневая здесь теоретически должна быть немножко уже, ну, под изношенной, что ли. То есть она не убитая в хлам, но она изношенная. Ну, и с этой стороны хочу заметить, что вот оно, то есть блок. Здесь, ага, ну, здесь уже кто-то что-то делал, потому что герметик на поддоне свидетельствует о вмешательстве. Также герметик под клапанной крышкой точно так же свидетельствует о вмешательстве. Ну, и с этой стороны впускной коллектор, которого у нас не было, датчик детонации и маслофильтр. Как обычно, в центре двигателя маленький. Двигатель имеет систему смещения фаз газораспределения, ну, т.е. ВВТА и ВАНОС в народе. В общем, фазокрутилка, то, что называют. И, соответственно, вот он ее электромагнитный клапан стрелка управления. Здесь вот, если почистить табличку, будет немножко лучше видно. То есть вот она, на табличке можно посмотреть. Так, ну, он здесь немножко поломанный. То есть и шпилька загнута. Ну, по всей видимости, когда транспортировался двигатель, как-то где-то он там приложился, упал. Ну, вот здесь, соответственно, компрессор гидроусилителя. Ремонтировав крышку, значит, хочу показать интересное конструктивное решение. Ну, во-первых, то есть двигатель здесь, ну, кто-то ремонтировал уже до этого, понятное дело, и вон он, нарост, который здесь счищали. Но вопрос не в этом. Значит, здесь подсвечены колодцы. Я смотрю, какая-то интересная такая конструкция. И потом, когда я стал смотреть, я увидел, что при ремонте, возможно, был брак запчастей, ну, или, я не знаю еще чего. И здесь вот, вот это вот все, это герметик. Вот это вот. То есть тут вырезались в пластмассе такие окна, чем-то как-то что-то делалось. И сюда ставились сальники. Вот он, я выколупал один сальник. Отсюда вот это вот герметик. То есть вот он в форме сальника застыл здесь. А вот он сам сальник. Похожий на, типа, как там, вазовский, не вазовский, не знаю. Ну, то есть, может, это... Похож на сальник распредвала с восьмерки. Ну, может, это не с восьмерки, но внешне, по крайней мере, ухожу. То есть четыре таких сальника здесь стояло. Ну, то есть, видимо, запчастей не было. Ну, или... Ну, они же обычно как-то есть. Вот крышка, например, с системой сапуна. Если у тебя что-то случилось с сапуном, выбрасывай всю крышку. Ну, то есть, покупай новую, которая стоит, опять-таки, не две копейки. Здесь уже, в отличие от старых версий, идет пластинчатая цепь Морзе, которая нормально сделана. То есть, четыре на пять. Значит... Ну, вот он, момент по запрограммированному старению, или что вообще с ним случилось с этим двигателем. Вот, смотрите. Я беру его, начинаю вращать. О, раз. То есть... Раз, он там перескакивает. То есть, цепь не натянута. И вот я хочу показать. Вот этот момент. Вот я его... Вот. Вот между... О! Вот хорошо сейчас видно. Вот оно стоит. Пожалуйста. Так, если мы посмотрим туда повнимательнее, то есть, вот там вот есть натяжитель. Сейчас мы даже его попробуем подсветить как-нибудь. Ну, точнее, устройство с натяжением. Вон она, цепь. И там можно заметить, но я сейчас, конечно, разберу, покажу. Там кусок пластмассы, он не то соскочил вниз, не то он обломался. И там вот этот лепесток загнут. Короче, система с натяжкой цепи здесь не работает. То есть, и я здесь смотрел, ну, то есть, внешне, сказать, что здесь устройство-натяжометр, ну, то есть, натяжитель снят. Нельзя так сказать. То есть, он находится где-то в двигателе. То есть, всей видимости, снимается вот эта передняя крышка, ну, для того, чтобы разобрать фазокрутилку, открутить. И он находится где-то в двигателе. Кстати, датчик положения фаз здесь стоит почему-то такое конструктивное решение на выпускной вал. То есть, они считают, что оно не может никак смещаться. Ну, то есть, они смотрят положение выпускного и система регулирует впускной вал. Но, тем не менее, то есть, вот еще раз давайте я вам продемонстрирую. Вот. И в момент запуска, особенно на холостых, вот эти вот все удары, вот я вращаю, я вращаю равномерно. Вот. И оно все равномерно идет. Это клац-клац, крутится оно, потому что распредвал, когда прокручивается, то есть, потому что, когда распредвал нажимает на клапан, то есть, это в одну сторону усилия, а потом, когда сбегает кулачок, то есть, пружина его подталкивает назад, ну, то есть, как бы в опережение там, или наоборот, в запаздывание оно его смещает. Ну, в общем, ненатянутая цепь, это смерть движка. Демонтировав переднюю крышку, хочу продемонстрировать, вот он, кусок пластмасса, который у нас был отломан, ну, то есть, с этого, и вот, ну, соответственно, вот здесь он отломался, и, что самое интересное, то есть, я отверткой беру его, ну, вот, натягиваю, а натяжитель там, ну, вон он, то есть, он туда запал, что-то с ним случилось, ну, непонятно, может он от давления масла там запал, не шло давление масла, ну, короче, суть в том, что оно не натягивает цепь. Вот, собственно, кусок пластмасса. То есть, я так понимаю, что пластмасса вот эта отломалась, она могла отломаться только от ударной нагрузки, ну, то есть, так просто она не отломится, ее отломало именно, когда вот эта вот вся система стала вот так вот, ну, то есть, вот это вот стучать, причем по вот этому вот натяжителю, я могу сказать, что вот по этим отметинам, что он контактировал работал по цепи но не долго но какое-то время то есть это не то что там она отломалась и движок сняли то есть вот он момент по запрограммированному устареванию специально чтобы она не работала хотя при этом при всем крышка например она сидит на штифтах вот во первых шпильки для одевания для центрирования 1 шпилька 2 и вот они два штифта то есть 1 2 хотя чтобы крышка центрировалась хотя это не даст нет не точный механизм здесь ничего точного нету тут только стоит датчик положения фаз но там такой принципиальной центровки не нужно то есть вот тут то есть здесь они сделали там они не сделали ну и плюс головка крепится на 1 2 3 4 болта ну таких м6 вообще кстати никогда не понимал смысла вот в этих вот болтах особенно в таком количестве то есть что там можно так прям пережать закрепить чтобы там не текло масло но и так же вот тут небольшая добыча ископаемых я немножко почистил чтобы как-то что-то разобрать открутить ну и вот соответственно он все то что осыпалась с этого движка и вот сейчас я вам представляю тот самый момент когда японцы стали делать плохо то есть вот она посадочное место я хочу заметить что вот здесь вот вон он есть канал вон он там налет насчет посверлены для подачи давления масла в натяжитель теперь мы берем переходим к натяжителю смотрите он чугунный так он чугунный он не имеет никаких стопоров то есть вот он здесь ходит он не имеет никаких стопоров как я показывал в предыдущих версиях там разные типа винтового там еще то есть он пожалуйста нету давление его туда в сторону вставляя то есть пружина там есть он туда-сюда выходит теперь смотрите в чем казус значит сейчас мы дойдем до самого интересного смотрите вот это вот поверхность прилегания к головке я хочу я специально его протирал я хочу обратить ваше внимание что вот почему деталь имеет вот такую вот паршивую обработку то есть вот где оно такое закопченное немножко то есть это говорит о том что там был какой-то ну в общем масло там где-то как-то уходило ну да ладно это еще не самое плохое здесь есть вот он я почему обратил внимание на этот канал вот он канал для подачи масла из головки вот в эту полость то есть соответственно вон он канал для натяжителя самого и хочу обратить внимание вас ваше вот на этот маленький маленький канальчик вот на эту проточку вот она про . сейчас мы так возьмем вот то есть фрезой так прошли сделали там такую проточку это канал для полива маслом цепи для смазки то есть когда он стоит на двигателе то есть он получается вот так вот он стоит вот этот вот канал он идет вот он наверх и поливает смазывает цепь во первых смазки там и так хватает для цепи то есть здесь ну я не могу сказать что она не смазывается но даже если нужно допустим теоретически принудительно смазывать ну даже без расчетов каких-то сложных математических моделей понятно что при прогретом двигателе то есть когда будет масло довольно жидкое и холостые обороты будут вот через эту щель будет довольно существенная потеря давления масла для того чтобы ослабить натяжение цепи это первый момент это но это такой light 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 версия но самое то главное даже если будет это запорный клапан в головке еще чего самое главное вот она щель куда стравливает масло при холодном запуске то есть когда ты начинаешь крутить его стартером там или еще чего масло и сразу же отсюда выдавливать даже на горячую когда двигатель останавливается он в каком-то таком положении останавливается где натяжитель под ну под напряжением от цепи и масло сразу же отсюда выдавливается то есть это гарантированно гарантированно система будет стучать при запуске она физически не может работать так чтобы она не гремела не стучала не это сам вот вот с чего началось японский epic fail то есть вот чего они начали делать плохо и то что здесь произошло натяжитель был там вставлен заклинин и сломала там эту штуку так вот все произошло тогда когда я его здесь вот немножко есть посмотреть на поверхность здесь вот она побита я его выбивал оттуда а произошло этот следующий момент вот смотрите натяжитель так я специально его сейчас вытащу то есть вот она пружина вот она есть так теперь смотрите вот я его беру раз вот сюда сейчас вот сюда вот так вот опа он и не выходит давайте попробуем его вытащить оба выскочил а почему так произошло то есть здесь по установке вот она отверстие туда вставляется какая-то чека то есть он вставляется заводится чека вытаскивается цепь натягивается но если мы посмотрим вот на эту часть повнимательнее то мы увидим что здесь просто феерическое количество нагара вот здесь и когда он входит туда до конца вот я его уже расшевелил вот первый раз я я не могут он вот я его расшевелил парочку раз он уже там не остается когда я его вытаскивал его выбивал оттуда то есть он не выходил и вот на этом нагаре он заклинил то есть казус в том что когда начала больше ну то есть он зарос нагаром система вся начала болтаться его туда забила цепь какой-то момент и все и он остался вот в этом моменте то есть все его давление масло отсюда его не выдавило потому что давление здесь терялось давление не настолько большое но в общем вот она запрограммированное старение вот это ну в общем без без всяких математических моделей понятно что это ходить не будет но тем не менее они стали вот это делать при всем при этом они оставили здесь поставили свою цепь морзе ну то что они на мотоциклы ставлю не свою я имею ввиду такой конструкции они на мотоциклы подобное ставит и система работала и цепи не рвались потому что цепь более мощная то есть мощность заключается в том что здесь идет четыре пластинки здесь идет пять пластинок и штифт который стоит он постоянные нагрузки испытывает то есть пять пластинок тянет в одну сторону четыре в другую то есть вот такая вот нагрузка то есть такой змейкой ну если так очень просто сказать и благодаря этому он выдерживает вот эти вот ударные нагрузки то есть цепь не рвалась была бы здесь обычная цепь рвалась бы вот просто на раз-два доказательство того что о чем я только что говорил вот она верхняя часть башмак успокоитель мы его снимаем и что мы видим то есть цепь настолько была растянута что она здесь билась и отломала кусок этого натяжителя ну то есть вон она куски причем она уже давно его отломала то есть судя по нагару то есть посмотрите насколько здесь вот это вот цепь ходила билась стороны выпуска то есть вот это вот все лязгало и отбила кусок натяжителя ну в общем вот она система сняв шестерни хочу показать что одна шестерня это просто цельно штампованная металлическая часть а вот фазокрутилка здесь сделано очень интересно в том плане что но вот с этой стороны это просто штампованная проточенная часть и с этой стороны все она собирается тем что вот эта вот часть но вот здесь вот есть такая как щель вот видно она специальная по всей видимости приспособа берется и разбирается ли может она вообще не предусмотрено для разборки то есть вот эта вот вещь вот она кстати отверстие для слива масла я так понимаю лишнего и насколько я могу судить все здесь работает в одном направлении ну то есть типа как в одну сторону до другую сторону просто масло выливается в общем такая какая-то очень древняя не до крутил к то есть если сравнивать с современными системами и самое главное что разобрать ее просто так нельзя для того чтобы почистить там грязь а там грязь есть почему потому что он смотрите вот она передняя часть бугелями да я ее снял и мы смотрим то есть вот здесь вот вон там видно что есть грязь возле баллов то есть вот он канал масляный который идет сюда дальше 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 и вот он второй масляный канал смотрим и теперь здесь вот она вот так вот стоит теперь смотрим на эту штуковину здесь все довольно весело то есть вот он канал так даже чтобы лучше было видно чтобы меньше она блестела и вот она здесь какая-то грязь в канале пожалуйста то есть то что перекрывает подачу масла насколько это критично это надо сейчас разобрать посмотреть по конструкции но суть в том что вот этот канал сообщение он был перекрыт здесь сюда масло не поступало и ну и соответственно разобрав дальше вот кстати это проблема японских движков у них больше выедает распредвалы нежели на каком-то евро автопроме вот здесь смотрите вот она поверхность вала она пожеванная то есть я первый попавшийся бугель открутил то есть явно здесь была потеря давления масла что-то не доходило то есть даже если распредвалы сожрала то представляете как работала цепь отвратительно натяжитель без стопора без ничего как любят японцы здесь применяется регулировка клапанов но в отличие от последующих версий когда она стала невозможным для регулировки здесь все-таки сделано нормально здесь стоит стакан и шайба вкладывается вот она шайба она вкладывается наверх но чем как на восьмерке девятки сделано как там на фиатах старых то есть можно отрегулировать клапана сняв клапанную крышку не разбирая механизм газораспределения потому что в последующих версиях более современных двигателях они стали делать цельный металлический стаканчик и регулировочную шайбу они стали ставить вовнутрь то есть которая вкладывалась а в тарелочку клапана ну и для того чтобы все это отрегулировать надо снимать распредвалы но движок был на течение клапана были отрегулированы потому что здесь есть вот так вот так хорошо видно например желтый налет на распредвале и блестящая часть контакта с толкателем то есть тыльная сторона кулачка она имеет желтый налет то есть они не были поджатыми ну вот кстати я снял специально не стал вытирать вот она грязь какая-то распредвалы и вот она здесь стоит ну то есть какой-то кокс я так понимаю масло тут или не меняли или какое-то очень плохое как-то один раз залили масло что в принципе и вывела из строя наверно этот двигатель уже так судя по налету он не сильно прям ну чтоб совсем совсем плохой но вот этот кокс то есть вот он попадая он вот этот кокс страшен не тем что он он как механический элемент который попадает за внутренние он в принципе безопасный но то есть он мягкий но проблема в том что он когда где-то откладывается он перекрывает собой канал и перекрывает доступ масла вот это страшно то есть страсть то есть весь ужас не в том что кокс попадает за внутренние то что он перекрывает канал ну вот и все распредвинул шейки они пожеванные то есть там где про . канал там они нормальные на вот где а так они все пожеванные к сожалению и смазка осуществляется из головки вот они каналы подача смазки но соответственно то же самое здесь но вот эта версия вот они сделали тоже непонятно то есть двигатель вращается в правую сторону соответственно один распредвал второй распредвал вот здесь система смазки правильная то есть масло подается сбоку и распредвалом дальше по ходу движения разносится под бугель ну то есть он смазывается здесь же причем это впуск менее нагруженный выпуск более нагруженный смазка подается с противоположной стороны на это не понимаешь так просто было проще сделать с точки зрения конструкции но масло то есть распредвал крутится соответственно в эту сторону масло подается сюда и заносится ну куда то есть вниз то есть пока она там пройдет дальше ну тут хоть и сделаны про точки в этих в бугелях ну это тоже не у не сильно не самая правильная конструкция то есть да все работает но можно было сделать лучше как пример есть практика показывает есть варианты где механизм газораспределения сделан проще и намного эффективнее а фаза крутилка здесь имеет конструкцию примерно как ну не примерно как на бмв они собственно были я с другой стороны вытащил пружину с этой стороны она была запрессована вот этой штукой я ее разбирал это было довольно ну забавно вот при помощи зубила и молотка я это тебя забрал понимаю что в заводских условиях она все разбирается по-нормальному но не суть то есть фаза крутилка очень простая в нее подается масло ну то есть только в одну сторону потом она пружиной возвращается то есть я специально зажал тут распредвал в тиски но он уже плохой то есть его можно ну и собственно вот работа вот вал стоит на месте вот эта штука крутится то точнее перемещается то есть заполняясь маслом в одну сторону в другую то есть вот она смещает ну вал то есть но это я сейчас ее смещаю то есть на самом деле крутится вал то есть вот он здесь надо дать надо заметить что конструкция в принципе неплохая по своей надежности то есть там большая площадь то есть если все это дело разобрать там большая довольно площадь прилегания всего этого дела вот он болт но она работает без каких-либо нормальных регулировок то есть вот мы разбираем вот она обойма вот она внутренняя часть причем она здесь имеет смещение для того чтобы она не шумела вот это вот вот этот момент он здесь как-то стопориться я вот его еще не разобрал вот здесь вот там по всей видимости это штифты с пружинами сюда заклепаны сюда вон они штифты их надо отсюда выбить вот отсюда выбиваются там под с пружинками она стоит ну и чтобы она в общем не люфтила здесь так ну и сам вот этот вот нос то есть вот откуда вы собственно через внутренний канал подается масло вот она здесь выходит попадает вот она сейчас мы вот она здесь то есть соответственно попадает в камеру сюда вот такое все какое-то однотипное вот она здесь пружина стоит по конструкции вот так вот то есть она все время подпружинено чтобы она выходила сюда ну и тут соответственно вот она вот он канал вот эта проточка то есть подается масло заполняет всю весь этот объем и его смещает сдавливает в одну сторону потом когда подача масла прекращается пружина постепенно его отжимает и все остановится на место ну то есть система очень примитивная то есть там нету таких прям положений чтобы он в каком-то положении было более-менее фиксировано там еще что то ну то есть одна из самых самых простых систем а вот это сам электромагнитный клапан который вот она не на нем фильтр хочу кстати заметить что грязь на нем присутствует на этом фильтре то есть что-то там какой-то кокс был но я собственно он работает в одну сторону то есть масло подача то есть с одной стороны подается масло с другой стороны выходит соответственно он его открывает стрелку либо закрывает все то есть все гениальное просто ну и конечно же я не могу не продемонстрировать это износ который присутствует здесь на звездах но я думаю слова здесь будут лишние тут в общем то я отчетливо видно как она прямо вы штампована сожра на вот эти вот зубы то есть как она там прямо аж такие вмятины то есть на мотоциклах почему-то такого нет а вот на автомобилях потом стало появляться вот это вот качество железа ну то есть есть я видел нормальные движки с нормальными вот этими звездами где ничего не разъедается это во первых это качество железа во вторых если бы она была чуть-чуть пожестче вот это вот в принципе и немножко спасло наверно двигатель от обрыва цепи потому что если бы звезды были пожестче и вот это вот не выштамповалась бы цепь все-таки порвалась а так она ну нельзя сказать что она там как на планы пластилине амортизировала но тем не менее что-то в этом есть похоже потому что здесь ну нету таких прямо усилий чтобы что-то там выедалась то есть то привод грм тут ремень справляется легко тут нет каких-то больших усилий но тем не менее вот они умудрились сделать к в кавычках очень хорошо демонтировал головку я заметил физический нагар на поршнях то есть двигатель просто ведрами потреблял масло ну а также я увидел причину по которой этот двигатель попал к нам на разборку это вот она вот эта причина здесь прогорела прокладка между цилиндрами соответственно движок потерял компрессию но она исчезла соответственно начала давить охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения ну вот тут как-то так почему как-то здесь странно прокладка вроде бы должна быть одинарной она или она так распалась на две части или здесь две прокладки или что-то с ней случилось хотя это заклепки здесь должны быть ну ладно допустим это одна часть которая порванная и вот она вторая ч она тоже прогорела короче его я так понимаю перегревали этот двигатель ну вот на ваших глазах пожалуйста ну в общем потеря компрессии ну и соответственно все движок мертв ну и тут он в нагар на громнейший нагар вот он вот так вот давайте наверно покажем о из-за того что он то есть он такое время ездил какую-то и довольно протяжительное время раз здесь образовался такой нагар на блоке ну потом соответственно и уже все головка здесь по конструкции в принципе очень необычно ну то есть эти головки выполняются по одному и тому же шаблону форма канала конструкция только размеры отличаются и все то есть найти какие-то отличия между головками это скорее исключение нежели правило то есть все проектируется по одним шаблоном но обратить внимание хотел не на это на то что все сделано нормально то есть впуск клапан например 30 миллиметров выпуск 25 с половиной клапан но почти как на 16 клапанной ладе значит но дело не в этом то есть помимо того что канал впуск например спроектирован вот он впуск то есть он спокойно идет потом расходится на два клапана делитель там ничего не торчит в канал никаких приливов ничего выпуск соответственно сделан круглой формы то есть если мы посмотрим он имеет диффузорную конструкцию то есть два канала выходят соединяются в один далее выход здесь круглый но немножко смещен друг на друга для компактности компоновки расположения помимо этого камера сгорания имеет вытеснители с одной и с другой стороны которые кстати немножко контактировали ну с поршнем они не контактировали но в некоторых местах нагара меньше то есть скажем так предотвращала на гора может быть даже контактировала но не суть значит самая главная проблема вот всех современных вот подобных головок форма правильная но изготовление местами плохое местами очень ужасно но смотрите например выпуск просто я стою же к выпуску вон он выпуск вон она выпускной силой я этот цилиндр немножко почистил от нагара чтобы продемонстрировать вон момент со ступенькой вот там вот здесь вот ступенька если мы то же самое посмотрим на соседнем цилиндре то есть там нагаром все заросло но все равно нагар имеет форму острую ступеньки то есть в этом мы месте есть срыв потока то есть это естественно влияет в худшую сторону на выпуск и газообмен в целом то же самое если мы посмотрим на второй канал рядом то есть скажем то что зеркально стоит тут ступенька с внутренней стороны меньше то есть самое главное вот с наружной стороны там есть ступенька там на плохо немножко почистил ну он она есть то есть это именно станочная обработка то же самое касается например впускных каналов то есть есть отливка есть обработка фрезой вот седло запрессовали фрезой обработали вон выход фрезы а дальше идет канал литью и вот в этом переходе там есть такая ступенька то есть я почистил с этой стороны это вот он зеркальный канал там вообще такая именно выступ прямо то есть не то чтобы ступенька выступ причем если посмотреть ну вот например с этой стороны более хорошо будет и ярко видно вот этот момент то есть это конечно сказывается в худшую столу сторону на наполнение если мы посмотрим в каналы которые я не чистил которые заросшие нагаром то мы увидим что нагар он повторяет в общем-то форму ступеньки да она уже не такая острая но все равно вон оно присутствие нагара и отсутствие нагара на ступеньках говорит о том что там был срыв потока то есть двигатель работает все нормально ездит но вот эти вот конструктивные недоработки именно массового производства ну делают немножко не знаю по плох 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 плохой его работу то есть если все эти ступеньки повыравнивать и расход топлива будет чуть ниже и на прием на педаль газа обзывчивать будет чуть чуть лучше тем более это атмосферник вот что касается именно технического состояния здесь состояние здесь хорошая ну давайте посмотрим например фаски я хочу заметить что они не поленились они сделали несколько фасок то есть седло фаска внутри там маленькая наружная 45 градусная фаска они все небольшие но вот она выпускная она немножко побитая но тем не менее они не прогоревшие то есть фаски здесь хорошие тоненькие если мы возьмем клапан он имеет диаметр ножки пять с половиной миллиметров здесь конечно же стоит естественно металлокерамика японская если мы сюда вставим и пошатаем хотя нет вот так вот надо считать ну в общем тут люфта вообще никакого нету то есть вот то что было завода некий установочный зазор такой он и есть ну и выпуск у нас соответственно ну выпуск тут буквально такой еле-еле ощутимый рукой маленький люфтец то есть в этом плане ходимость этих головок великолепно я ни разу не видел изношенных японских головок именно по направляющим бывало так что из-за невозможности там или лени или незнания люди не регулировали клапана и клапана прогорали просто компрессии уходил ну или вот здесь прокладка например прогорела или бывает при установке газа когда некорректно она установлена настроена тоже клапана прогорает такое есть но именно сам сама часть клапан направляющие я например не встречал чтобы металлокерамика износилась также хочется отметить такой момент что в головке но он я отсюда хорошо видно рубашку охлаждения в рубашка охлаждения довольно развитая большая то есть есть запас по теплопередаче то есть там должно помещаться большое количество охлаждающей жидкости вот я здесь даже заглушку выкрутил что в свою очередь должно обеспечить более надежную работу двигателя в разных жарких там климатических условиях то есть в этом плане головка отлично сделано то есть по качеству исполнения материалов там конструкции и шикарно при этом кстати еще хочу заметить такой момент я вот не сказал только что если мы посмотрим на камеру сгорания сюда не вот они клапана здесь стоят клапана здесь имеют диаметр впуск как я уже говорил 30 миллиметров но это не сверх большой диаметр и если мы посмотрим вот со стороны цилиндра мы увидим что здесь мертвой зоны как таковой почти нет то есть там есть небольшое расстояние где-то ну процентов 20 от силы от всей плот от всего периметра то есть максимум тут зона такой малой эффективности но мертвой зоны никакой нет в этом плане сделано все шикарно вот допилили бы они станочную обработку раньше они делали я показывал более старой версии двигателей там были каналы сделаны отлично а потом они просто поняли что ну в принципе и так сойдет то есть едет чего еще что-то делать помпа здесь маленькая с такой штампованной стальной крыльчаткой но хочу показать не то значит она крепится на передние алюминиевые крышки ну и соответственно каналы то есть здесь стоит крыльчатка она вращается центробежной силой разбрасывает жидкость и продавливает ее дальше ну то есть в самый низ цилиндров но проблема в том что ну система как бы нормально все работает но есть один маленький нюанс то есть вот это блок и вот это вот блок вот и здесь система охлаждения вот японцы любят обычно такое делать что хоть это и рядная четверка но здесь как-то сделано так что там в головке отдельный канал есть который куда-то выходит то есть и в итоге получается непонятно что как работает если ты схемы не знаешь в принципе все работает двигатель охлаждается все но при каких-то модернизациях системы охлаждения можно что-то перепутать и ну в общем будет не очень хорошо вот мне такие схемы нравится меньше мне нравится больше схема когда стоит помпа и именно подача холодной жидкости из радиатора производится отдельным патрубком то есть либо здесь трубка идет как на восьмерке девятки этот саксофон либо там отдельный патрубок но который не связан с двигателем то есть пока он проходит по головке к помпе то есть он уже слегка нагревается и смысл теряется немножко в прогонке воды хотя может быть они считают что наоборот то есть типа половина прошла по головке в одну сторону потом помпа продавила в другую ну в общем я все работает но можно сделать было и лучше суровые времена требуют суровых решений ну потом здесь обычный стальной штампованный то есть приваренным пеногасителем а вот постель коленчатого вала выполнена в виде таких своеобразных полу бугелей то есть обычно вот на более современных движках и на старых они делали нижние бугеля связанные между собой одной такой большой рампой рамой которая в принципе как скелет и давала связь хорошую прочность блоку здесь какие-то полумеры то есть два передних два задних средний без связи то есть но это конечно лучше наверное чем вообще по одиночке но какой-то там мега жесткости это не дает ну то есть смысла в этом я особо не вижу а технологический процесс это ну нагружает то есть это значительно усложняет производство двигателя ну то есть какие-то такие вот полумеры несмотря на некоторые конструктивные особенности и удивительные вещи задняя крышка например сделана еще нормально то есть она выполнена сальником в виде такой крышки значит во первых поддон крепится на шпильки для того чтобы его центрировать я так понимаю спереди тоже должны были быть шпильки но их нету далее значит крышка ставится на герметик японцы любят собирать все на герметик это правильно для этого здесь они даже делают вот такие вот маленькие как проточки фрезеровки для того чтобы туда закладывать герметик это правильно значит дальше задний сальник здесь обычный он уже дубовый правда но он обычный с пружинкой и крышка имеет раз два три четыре большой такие задние стопоры упоры для того чтобы сальник ну ты когда его сюда ставишь чтобы он туда ушел в стопоры то есть не просадить его или есть некоторые системы где стопоров нет нужно его либо за под лицо ставить либо еще как-то ну то есть здесь этой проблемы нет и естественно крышка стоит на штифтах то есть вот он у нас штифт 1 вот он у нас штифт 2 то есть в этом плане вот вообще вопросов нет передняя крышка тоже сидит на штифтах и выполнена нормально хоть у нас тут в комплекте еще был вот такой обломанный щупь его сразу не заметил он сверху оторвалась эта штука здесь они в отличие от бмв сделали даже вот такую вот стопорную насечку не знаю насколько она хорошо выполняет свою роль чтобы цепь отсюда вы не слетела то есть если они предусматривают момент что цепь может слететь но хотя здесь она не должна слетать потому что здесь перекрытие зуба ну то есть он видно что она очень хорошо далеко заходит но но тем не менее это одно целое со звездочкой и помимо всего этого на масляном насосе снизу есть ограничитель то есть ну судя по ограничителю цепь с ним не контактировала вот эти вот места контакта это наверно только что когда мы разбирали что-то где-то зацепилась но может быть вот здесь это вначале заход то есть он контактировал а так в принципе он не провисал но это соответственно привод на масляный насос успокоители они же то есть пластмасски ну и вот он оборванный натяжитель соответственно система подачи масла вот она идет здесь ну и на охлаждение соответственно 1 2 то есть система в принципе простая но штифты то есть естественно штифты и все это сидит очень жестко кстати грей за наличие вот это вот говнище я не не с первого раза все открутил то есть я искал болты чисто на ощупь где они теоретически должны быть кстати говоря когда стал разбирать масляный насос только сейчас заметил что здесь вот они следы от цепи и вот здесь вот от цепи следы то есть цепь по всей видимости здесь ну не по всей видимости она реально то есть гуляла туда-сюда и здесь он поразбивала все что может можно поразбивать соответственно вот он масляный насос мы снимаем крышку отсюда вам значит сначала я когда увидел вот эту вот систему сначала я подумал что система очень классная в каком плане то есть мы снимаем крышку соответственно магистраль впуск магистраль выпуск ну и по крышке то есть впуск выпуск я сначала подумал что вот это вот отверстие это канал с редукционного клапана который стравливает масло в двигатель ну то есть минуя систему впуска и подумал что какая-то грамотная система но потом более детально рассмотрев то есть вот Вот он, редукционный клапан, вот она нагнетающая магистраль, я думал, что, соответственно, здесь просверлен канал, но я ошибался, это канал на самом-то деле, то есть, ну вот он, это слив масла с переднего сальника, то есть почему-то он сделан немножко вбок, он должен был быть вообще-то снизу, но его сделали вбок, то есть слив масла с переднего сальника, вот он прилив. Редукционный клапан, как стравливал масло на впуск на масляный насос, так он и стравливает. Это не очень хорошая система, потому что в какой-то момент на больших оборотах масло здесь может немножко вспениться, ну как немножко вспениться, и в какой-то момент впуск, подача через патрубок остановится, и это чревато тем, что если масло вспенится, будет масляное голодание в какой-то момент на больших оборотах. Я в соответствующем видео всегда об этом, ну в разных старых видео рассказываю, и одно видео этому посвящено, то есть вот этого систем на самом деле не очень. Если бы они сделали все то же самое, но причем вот здесь вот есть какой-то, ну вон как, прилив, то есть если бы они сделали вот здесь вот крышку, это кстати можно самому сделать, просверлили бы здесь отверстие, а здесь его заглушили, то есть чтобы масло выходило наружу, это было бы гораздо лучше и надежнее. Вот он, вот он тот самый момент, о котором, которого, наверное, все ждали, это поршневая этого двигателя, и почему именно так оно все называется. Значит, все в говнище, в нагаре. Я никогда не думал, что я это скажу, но я большего идиотизма в исполнении поршневой в жизни не видел на серийном двигателе. Как вы думаете, вот вы обратили внимание, чего здесь не хватает? Здесь поршень имеет одно, одно компрессионное кольцо. Маслосъемное здесь стоит наборное, но оно закоксованное, оно естественно закоксованное, потому что если посмотреть на феерическое количество этого нагара, то, ну, не могло быть так, чтобы газы не прорывались сквозь одно кольцо и не контактировали с маслом, которое собирало это кольцо. Ну, соответственно, оно закоксовалось, масло больше не собирается. Вот он весь нагар и все остальное. При этом кольцо само по себе они сделали, которое называется технология кольца без замка. Ну, то есть вот у них замок имеет своеобразную такую проточку, фрезеровку, то есть когда он смыкается, там типа как нет зазора. Если быть точным, вот у меня есть это кольцо, одно из, то есть я снял. Там есть фрезеровка, она идет под углом, вот такая, вот она. И получается, что когда кольцо смыкается, вот эти вот штуки сходятся и вроде как нету зазора. Это отличнейшая технология для спортивных двигателей. Да, вопросов нет. Там, где на высоких оборотах все работает, нужна максимальная отдача, уменьшить давление на цилиндр, там теплопередача и все. Но для гражданского двигателя это полнейший бред, идиотизм. Я не знаю, кто вообще разрешил вот это вот выпускать серийно, потому что серийно оно не ходит. Гражданский двигатель работает по частичных нагрузках, с дросселями, там где нету максимально огромного давления над поршнем. И из этого кольцо плохо уплотняет газы. То есть теория гласит о том, что за первым компрессионным кольцом, между кольцом и поршнем, образуется такое же давление, как и над поршнем, которое дополнительно его прижимает к стенкам цилиндра. А в этом я рассказываю в соответствующем видео. Но это только на максимальных нагрузках, на частичных нагрузках этого не происходит просто так. И все газы прорываются в картер. Может быть этого и не хватает для того, чтобы двигатель начал сопунить, но этого хватает, чтобы здесь образовался вот такой вот феерический нагар. И для того, чтобы он начал хорошо жрать масло. Вот это не будет ходить на гражданских версиях, ну как ни крути. Здесь просто нагара вот этого феерическое количество. Как можно было вот это выпускать в гражданских версиях? Я вот просто вообще, ну ни разу не понимаю. Вот они кольца. Я их снял. Я уже их немножко в руках, они у меня очистились, пока я тут их туда-сюда ворочал. То есть они здесь имеют нагар. Здесь единственное место, куда может уходить масло, это вот здесь вот над холодильником. И то оно полностью заросло нагаром. Ну короче, вот это вот полный, полнейший идиотизм. Например, коленчатый вал, какой-то недоперей чего-то там. Ну есть четыре полноценных противовеса, то есть шаг назад в развитии. Ну да ладно. Но на первой и четвертой шейке есть какие-то еще грызки недопротивовеса какие-то. Которые вряд ли, ну вот противовесом полноценным он не назовешь. Хотя на других шейках между вторым и третьим такого нету. Вот. Ну ладно, значит, это полбеды. Значит, система смазки. Здесь косое сверление, но не классическое косое сверление. Косое сверление до коренной шейки. То есть вот мы вытаскиваем, вот где-то сюда. И подача масла идет, вот я насквозь просовываю. И подача масла идет 180 градусов можно использовать для подачи. То есть, ну типа как на жигулях, если совсем просто сказать. Значит, вкладыши, поэтому здесь стоят вкладыши в блоке здесь с проточкой под подачу давления масла. В коренных опорах здесь сплошные вкладыши. Причем они здесь стоят таким образом, что язычки стопорные на этих вкладышах посередине, которые идут в бугеля. А те, которые в блок, вот они, они здесь сбоку. Ну то есть специально, чтобы случайно кто-то при сборке не перепутал. Но что-то случилось с этим двигателем помимо масложора и так далее. Потому что вот, например, последний вкладыш, во-первых, он выпал из бугеля. И вот если здесь поставить вот так вот два вкладыша, то можно заметить, что, ну вот это средний вкладыш. Я его специально сюда поставил, чтобы было более наглядно видно, что он типа как меньше. И вот этот вот вкладыш второй, вот он, он не сидит в постели, он побитый весь, пожеванный. Так выглядят вкладыши после повреждений. Я их условно называю пробитые вкладыши, если это касается шатуны вкладышей. То есть когда, если нанести удар по вкладышу через вал где-то в центре, то есть его как бы так, ну, сгибает, в общем. То есть что-то с этим движком случилось. Ну а так система масляная вполне стандартная, имеет место жить. Единственное, что, почему такая конструкция подачи масла? Потому что диаметр шатунных шеек очень маленький. Ну, сравнительно маленький, то есть чтобы не делать слишком большим тяжелым коленчатый вал и картер. Ну то есть именно нижнюю часть блока. Поэтому была сделана маленькая шатунная шейка. Но, тем не менее, ход здесь большой. И для того, чтобы скомпенсировать одно-второе, то есть вот я еще раз хочу направление показать. То есть оно, ну вот, смотрите, я здесь вставляю. То есть оно не выйдет, то есть по косому сверлению, если сверлить, оно не выйдет в шейку туда по классике. Поэтому сделали дополнительно, просверлили такой канал. Передний шкив выполнен с гасителем грутильных колебаний, однако довольно своеобразно. То есть внутренняя часть тут идет на два ремня управления, ну точнее передача. То есть, я так понимаю, маленький это типа ремень кондиционера, большой это все остальное. И дело в том, что внутренняя часть выполнена одним целым, то что одевается на коленчатый вал. А большая часть, ну то есть на другой ремень, это сделано через резинку, как и есть гаситель крутильных колебаний. Ну, довольно сомнительное решение, хотя вся система работает. Блок здесь имеет, в принципе, стандартную конструкцию, как на многих японских движках. Ну, давайте для начала посмотрим на состояние цилиндров. Значит, сказать, что что-то где-то сильно уберегло этот движок от задиров. Я не могу сказать, то есть наличие одного кольца, обильный масложор, не уберегли этот двигатель от задиров на цилиндре. Причем это хорошо ощущается вручную, если там провести, с этой стороны вот нету. Ну, то вернее не нету, оно меньше намного, чем... Но тоже есть потертости, они везде есть. Они везде есть, если мы с этой стороны посмотрим, то есть... Ну, вот, пожалуйста, причем пальцем оно ощущается слабо, но, тем не менее, вот на четвертом самые сильные задиры. Вот. Там. То есть это не панацея, все равно блок умирает. Также дальше, значит, блок не имеет, естественно, протоков между каналами, но здесь есть просверленное отверстие. Ну, то есть вот я засунул здесь электрод. Вот. То есть я его еле-еле туда просунул, они были забиты с той стороны. Если здесь посмотреть, давайте посмотрим вовнутрь. Вон он. Вон торчит электрод. Сейчас я его даже попробую покрутить, пошевелить. Вон оно. Слушай, ну, я все равно не полезу. Оп. Вот, я его сейчас вращаю. Ну, то есть есть. Я его засунул туда с трудом. Он у меня залез только в одном месте. Я его пробовал и здесь, и здесь. Вот, там чем-то оно было забито. Значит, и, к сожалению, это не только болезнь этого блока, то есть это везде, где просверлены такие каналы, оно, к сожалению, чем-то забивается. Так, дальше. По поводу износа распредвалов и головки. Хочу обратить ваше внимание на масляный канал. Вот он он. Если его замерить, то здесь диаметр всего лишь навсего 3 миллиметра. Сейчас мы это покажем. Вот он, всего лишь навсего 3 миллиметра. Соответственно, я рассказывал в предыдущем видео, ссылка будет в описании, почему изнашиваются системы именно на современных движках распредвалы и так далее. Потому что вот этот вот канал имеет очень маленькую пропускную способность. Ну, то есть, представьте себе, 3 миллиметра канал на высоту. Давайте прикинем, посмотрим, на какую здесь высоту. Ну, от основного... Кстати, вот основной канал, вот он, большой, который должен идти после фильтра. Он большой, то есть он... Даже вот какие-то там вставки у него, то есть... Вот он большой. Он имеет целых 13 миллиметров диаметр. Ну, а на этом канале давайте прикинем высоту. То есть, вот он канал, который просверливается к фильтру. То есть, ну, давайте примерно промеряем штангеном. Ну, не примерно, а вот где он начинается. У меня получилось 120 миллиметров. Должен быть, ну, этот канал высотой 120 миллиметров. Теперь давайте прикинем и посчитаем. Канал 120 миллиметров, 3 миллиметра в диаметре. Какая у него будет пропускная способность? Небольшая. А теперь посчитаем все расходы масла на привод фазокрутилки ВВТ-Ай. На 10 опорных шеек распредвала хорошо, хоть нет компенсаторов. А, еще и натяжитель цепи. И тот полив, маленький полив проточку на цепь, которую я вам показывал. Поэтому получается, что в каких-то режимах этот двигатель испытывает жесткое масляное голодание. И не потому, что он испытывает голодание, не потому, что насос имеет маленькую пропускную способность, еще там какие-то проблемы. А именно потому, что масляный канал, он не может просто физически обеспечить ту подачу масла, то количество масла, которое нужно в головке. Сделали бы они его не 3 миллиметра, а хотя бы 5 миллиметров, вот этой проблемы бы здесь не было. То есть проблема, ну, может быть, не на 100% ушла бы, но на 95%. Но 3 миллиметра это чересчур мало. То есть вот он, наглядный пример, я вам только что продемонстрировал, вот такого запрограммированного устаревания. Даже не запрограммированного устаревания, а запрограммированной поломки. То есть оно гарантированно у вас поломается. Ну, зато хотя бы рубашку охлаждения они сделали достаточно глубокой и вместительной для большого количества охлаждающей жидкости. Хоть что-то здесь было неплохо. Ну, на этом все.